Любите то, чем занимаетесь и отдавайтесь полностью своему делу, только тогда вы получите максимальную отдачу Что ж, всем привет, меня зовут Давид, мы на канале Мышцы РФ и это моя мотивация Сегодня я покажу вам, как я тренирую дельты, мы проработаем передний и средний пучок Но независимо от того, какую группу мышцы я тренирую, я всегда начинаю свою тренировку с подтягиваний, дабы быстрее включиться в работу и чтобы тело быстрее разогрелось Пришел я в Мэнс Физик, мне кажется, потому, что мне ближе пропорции эстетика Я равняюсь на Франка Коломбо Эпоху того времени, Фрэнк Зейн, он не обладал большими объемами, но он был безумно эстетичный Он был очень пропорциональный и это мой идеал Узкая талия, широкие плечи, неярко выраженные огромные бедра, как мы видим сейчас, это в бодибилдинге Огромные животы Мне нравится эстетика, мне нравится пропорция, это красиво В Мэнс Физик это все присутствует, особенно в Америке, у них нет ограничений, как у нас Надеюсь, у нас их тоже скоро снимут и можно будет показывать более объемную форму Выходить на сцену в большем весе, но сохраняя пропорции, сохраняя эстетику На тренировках я люблю очень выкладываться, так, чтобы потом я не мог согнуть руки Или если это тренировка ног, я полз просто до дома Очень часто использую дропсеты, суперсеты, особенно когда настроен, особенно когда я полон энергии Всегда делаю последние упражнения до отказа В дельты я забиваю очень часто суперсетами, именно это дает мне большой рост Что касается моего тренировочного процесса на масс-наборе, я использую зачастую пятидневный сплит Делю просто каждую группу мышц на разные дни В понедельник я тренирую ноги, а точнее квадрицепс приводящий Во вторник я тренирую исключительно одну грудь Делаю на нее упор, так как хочу ее вытянуть, это моя отстающая группа мышц В среду я тренирую спину и заднюю дельту В четверг я делаю тренировку рук и передней и средней дельты И в следующий день я уже отдыхаю, бывает, бывает, не отдыхаю По состоянию, как восстановился, я делаю задний бицепс бедра и голень У меня нет какого-то конкретного тренировочного плана Как у многих по тетрадке, по дневнику все расписано, упражнения за упражнением Я прихожу в зал и я делаю то, что я хочу Что я лучше чувствую, какое упражнение мне больше по душе Чтобы это не казалось простым поднятием железа, я максимально пытаюсь разнообразить свою тренировку У меня нет конкретного плана, оставляю только базовые упражнения Это, например, присед, фронтальный присед, что касаемо ног Что касаемо груди, это всегда у меня присутствуют два жимовых упражнения Спина – это основное подтягивание и тяга штанги в наклоне Что касаемо изоляции, гантелей и остальных упражнений Они всегда у меня разные Я все время пытаюсь разнообразить тренировку Все время найти какое-то новое упражнение, попробовать его на себе Посмотреть, как отреагируют мои мышцы на него Невозможно чего-то добиться не только в зале В работе, если ты не любишь эту работу, если она отвратна Если она доставляет тебе какое-то неудобство, дискомфорт Ты ищешь отговорки для самого себя Если ты ищешь какие-то отговорки, если ты не любишь это дело То ты ничего не добьешься Я не знаю ни одного человека, который не любил бы свою работу и добился каких-то высоких результатов Попробуйте полюбить то, чем занимаетесь Не надо искать никаких отговорок, что вам лень пойти в зал или дорога до зала занимает целых 15 минут Могу привести простой пример У меня есть друг, который живет в маленьком городке России На весь город у них всего один зал, который вечно переполнен И чтобы до него добраться, ему приходится 40 минут ехать на общественном транспорте Согласитесь, не очень хорошая ситуация, когда только, грубо говоря, полтора часа занимает на дорогу Но тем не менее, он ходит туда 3-4 раза в неделю И неплохо прогрессирует, скидывает мне свои фотографии Спрашивает у меня какие-то вопросы, я ему помогаю И я вижу результат, я вижу, что человек старается И такой человек добьется успеха Я полюбил фитнес, наверное, за то, что он делает меня более счастливым человеком У многих людей, когда возникают проблемы, они замыкаются в себе Либо ищут ответ в алкоголе, в каких-то других вещах Благо, если они не вредят здоровью Для меня это решение фитнес Всегда придя в зал, неважно в какое настроение Я знаю, я знаю, что я уйду из зала в замечательном настрое Пусть он может и продлиться недолго Зато на какое-то время я освобожу свой разум от ненужных мне мыслей По сути, наверное, главной моей ошибкой в начале тренировок Это была проблема в питании Первым делом, когда у меня спрашивают какие-то мои знакомые, друзья Или просто люди, которые пишут мне вконтакте Задают вопрос Остановился рост, прекратился, вес стоит на месте Я не спрашиваю, как человек тренируется Я спрашиваю, как он ест Потому что без материалов невозможно строительство На самом деле, в период масс-набора моя главная задача Это есть, есть, есть и есть Даже когда нет возможности есть, все равно есть Как угодно, без отговора Контейнеры, с собой, где угодно Но ты должен принять этот прием пищи И нельзя его пропускать Как по мне, так это основная составляющая тренировочного процесса С утра первым делом выпиваю где-то 300 миллилитров воды Это помогает желудку быстрее включиться Затем через 20 минут у меня идет завтрак Это 100 грамм овсянки 8 яичных белков И какие-нибудь полезные жиры, которые я получаю Либо из орехов, либо из льняного масла Затем в течение дня у меня идут приемы пищи В принципе одинаковые, как я уже говорил, я не особо люблю готовить Килограмм, килограмм 200 белого мяса в день Примерно стараюсь набирать 250-300 белка в день У углеводов около 400-500 Что касаемо масс-набора, да, некоторые могут сказать, что это нереально Это очень тяжело, но я люблю покушать И, наверное, это мой плюс, так как это дает свой результат У углеводы я беру макароны, гречка, рис, овсянка Не знаю, конечно, могу себе позволить что-нибудь вкусного И каких-нибудь быстрых углеводов Но это бывает не чаще, чем два раза раз в неделю Напоследок хотел бы посоветовать Точнее дать напутствие Любите то, чем занимаетесь И отдавайтесь полностью своему делу Только тогда вы получите максимальную отдачу Ну что, всем пока Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм Ссылка будет в описании До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok